Всем привет! Сначала я сама не верила, что котлеты на капусте в духовке могут получиться настолько вкусными. Оказалось, что даже без обжаривания на сковороде можно приготовить супер вкусные сочные котлеты с нежной капустой. Так давайте же сегодня и приготовим самый вкусный ужин в духовке. Итак, для начала я взяла фарш, у меня состоит 50 на 50 свинина индейка. В фарш добавляю приправу для мяса, адыгейскую соль, если у вас ее нет, возьмите обычную соль, чеснок я пропустила через пресс, добавляю много-много мелкорезанного лука, лука я добавляю всегда побольше, чтобы котлеты были очень сочные. Взяла батон, замочила в молоке, затем его отжала и добавила в фарш. Подготовленный фарш хорошо перемешиваю и слегка его отбиваю руками. Фарш я отставляю, беру небольшую чашечку и приготовлю соус для капусты. В чашечку вливаю оливковое масло, добавляю паприку, адыгейскую соль, черный молотый перец и все хорошо перемешиваю. Молодую капусту нарезаю. Выкладываю ее на противень. Противень я сверху застелила фольгой. Фольгу я ничем не смазываю, но если у вас фольга очень тонкая, то рекомендую ее смазать сверху немного растительным маслом. Сверху капусту смазываю заранее приготовленным соусом. За счет этого соуса капуста будет очень вкусная и ароматная и не останется у вас внутри сухой. Из фарша формирую большую котлету как на бургер. кладу ее сверху капусты. И в итоге у меня получилось супер блюдо. Готовое блюдо прикрываю сверху фольгой и отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 30 минут. Через 30 минут достаю котлеты из духовки с капустой. Сверху котлеты посыпаю обильно тертым сыром и отправляю всю эту красоту еще в духовку на 10 минут. Такое блюдо я часто готовлю и подаю на праздничный стол. Ведь это смотрится очень оригинально, получается вкусно и сытно. Ну что друзья, посмотрите какая красота у меня получилась. Готовое блюдо выкладываю на тарелку и подаю к столу со сметаной. Приготовьте, вам обязательно этот рецепт понравится и пригодится. И вы его будете готовить снова и снова. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. Какой же стоит запах, надо скорее идти ужинать. Всем приятного аппетита. Котлетки супер сочные и нежная капуста.